Приветствую вас. Вопрос задаётся анонимно и значит звучит так. У меня отсутствуют эмоции и чувства, мне 24 года, эмоции начали пропадать постепенно, с детства, где-то в 10 лет я почувствовал, что разлюбил девочку в своём классе, в 11 понял, что разлюбил маму, ближе к 13 годам расстрелял свои эмоции и чувства, это может быть из-за какого-то психического заболевания. Ага, удивительное дело, что по тексту вопроса задаётся впечатление, что вас, автор вопроса, волнует не то, что у вас чувства нет, а то, больны вы или нет. То есть, я бы здесь, наверное, в первую очередь обратил бы внимание, пожалуй, именно на вот этот аспект. Что вы опасаетесь, боитесь, боитесь заболевания, вы боитесь, что вы боли или вы боитесь, если вы хотите, чтобы у вас чувства появились. Вот, потому что, если первое, если вы, ну, просто, если вы просто боитесь заболевания, например, то вам, ну, надо бы, в таком случае, обратиться к врачу, да, и вот, как-то пройти обследование, чтобы вам, ну, ну, вот, показали, и есть у вас какой-то, ну, диагноз, там, например, или нет. Вот. Понимаете, да? Какая, какая штука? Это первое. Это первое. Второй аспект заключается в том, что у человека пропадачи чувства просто так не могут. Вот. Это происходит всегда в результате чего-то. В результате чего-то. В результате каких-то, какого-то опыта. Если, конечно, мы здесь, ну, берем как-то вот, ну, как-то вот в расчет, да, то, что вы здоровы. То есть нет нарушений, физиологических нарушений у вас нет. Если мы берем, берем, берем за основу это, то, ну, как бы, исчезанное. Чувств связано с тем, что, значит, ну, вот. Какой-то есть опыт негативный у вас. И вы из этого опыта делаете вот какой-то вывод, что, ну, что лучше всего, лучше всего вообще ничего не чувствует. Ну, например, и так спокойнее кажется вам, так удобнее кажется вам. Сознание, по-точнее, подсознание, так или нет, выбирает именно такую модель поведения. Вот, это может быть и следствие, также того, что, допустим, вы как-то невнимательны к себе. И, соответственно, вопрос в данном случае заключается в следующем. А как же вы пришли к тому, чтобы быть невнимательным к себе, да? И хотите ли вы эту внимательность к себе, например, обрететь? То есть, если хотите, вот, если вам это интересно, например, то можно заняться психотерапией, вот. И вы к этой внимательности придете, свои чувства как бы вновь, вот, обретете. Но важно учитывать следующее, что, вероятнее всего, присутствует некоторая вторичная выгода. Что это значит? Что такое вторичная выгода? Это то, что вы получаете в результате, ну, как бы, отсутствие у вас чувства, скажем так. Так, вот, то есть, так называемая вторичная выгода. Ну, вот, так называемая вторичная выгода. И, соответственно, пока, это вторичная выгода для вас актуально. Ну, соответственно, вы будете этому следовать, да? И вряд ли откажетесь от такой модели своего предповедения. Потому что вам она что-то боевит. Мы пока не знаем, что она вам дает. Мы пока не понимаем, что она вам дает. Но то, что она вам что-то дает, в общем, очевидно. Ну, вот. В данном, так скажем, случае. Поэтому именно про заболевание психическое, да, я бы речь не вел таким образом. Потому что мы не врачи. А вот про наличие у вас психологических проблем и про ваш выбор способа с этой психологической проблемой разобраться. Я бы очень даже повзаимодействовал бы, если бы, конечно, вы не предоставили нам такую возможность. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это поскольку вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok